Добрый вечер, дорогие друзья! Наконец-таки у нас довольно-таки позитивные новости по рынку, в частности по Terra Luna Classic. Сегодня мы разберем, что у нас с монетой. Ранее я заявлял, что у нас глобальная такая картинка вырисовывается, что это скорее голова-плечи. И, соответственно, также поговорим о Terra Luna, та, которая не Classic, потому как здесь мы давали ранее в закрытом сообществе сигнал на покупку. Покупка лично мной была по самому нижнему диапазону, по 2 доллара и 8 центов. Соответственно, была задействована та же сумма, было куплено 15 тысяч монет и прибыль составила свыше 25%. В частности, здесь первая цель она отработала, здесь было 2 доллара 89 центов. Соответственно, сейчас я считаю, что если у вас есть прибыль или вы были в моем сообществе, считаю нужным зафиксироваться и ждать коррекцию. То есть, ждать падения, которое нам покажет, что будет дальше с инструментом. Почему? Потому что Interpol как раз-таки выдал красное уведомление для доквона. Что оно означает? Оно означает то, что в принципе запрос получат правоохранительные органы 195 стран. То есть, куда бы доквон не уехал, даже в Россию его задержат. И на сайте организации карточки доквона пока нет. И что самое интересное, Interpol не ответил на запрос издания. Что такое красная карточка, я вам рассказал. И если мы здесь, в принципе, будем смотреть людей, довольно-таки очень-очень долго. Кстати, вот есть с Россией люди, Санакоев, Давид, например, и другие. Так вот, здесь есть люди вообще со всех стран. И, соответственно, у них есть красная карточка на задержание, куда бы они не приехали. Если мы здесь введем фамилию доквона, Family Name. Соответственно, здесь у нас квон. И попробуем поискать. То, соответственно, пока что у нас нету критериев. То есть, его еще не занесли, возможно, сюда. А, возможно, это и вообще манипуляция. То есть, ну, если do, ну, у него, соответственно, фамилия не do. А вот квон. Квон только что мы вводили. Но если мы введем даже do-kwon, то то же самое нет у него, в принципе, здесь в списках. И это пока что говорит о том, что либо это спекулятивно все делается специально, либо то ли еще будет. Потому что я думаю, что Interpol, он должен был сразу занести его туда. То есть, выдать ему красную карточку, красное уведомление. Но пока что это только в СМИ. И на это, конечно же, стоит обратить внимание. Ссылка на, естественно, оригинальную новость. Она написана на Bloomberg. Bloomberg просто так ничего не пишет. И, естественно, здесь мы видим, что так или иначе это актуально. Это источник. Если мы говорим про Luna Classic, какова у нее судьба? То есть, я считаю, что она действительно интересно, в принципе, поступила. Именно поступила как инструмент. Если мы разбираем трейдинг. То, что ее просто выкупили намного ниже 50-го мувинга. Есть трейдеры, как я, прохаванные. То, что если инструмент ушел ниже 50-го мувинга, все, его нужно сливать. Но здесь дневка закрылась ниже. И тут же, тут же сразу выкупили. То есть, обратно Luna Classic вышла выше 50-го мувинга. И обратно, в принципе, знаменует продолжение бычьего цикла. По крайней мере, нам об этом говорит график. Что у нас есть сейчас? Мы имеем с вами сейчас в сухом остатке пока что зону сопротивления. Это зона сопротивления 31 тысяча. Также бы я рассматривал то, что если у нас будет закрепление выше отметки 30 тысяч сегодня, к концу дня, то продолжение обычьего цикла в Luna Classic определенно будет. И, соответственно, голова, плечи это все реальное. То есть, на самом деле, фигура более реальная. И кто торговал биткоин, кто видел картину по биткоину в целом, тот же недельный таймфрейм, ситуация практически точь-в-точь. Поэтому здесь по Luna Classic, что мы можем сказать. То, что определенно, если вы там, в принципе, зашли в эту монету или вы торговали другой монетой, луной, то, соответственно, здесь прибыль будет благоразумно зафиксировать. Если вы какой-то холдер и так далее, то здесь, конечно, нужно взять риски на себя и смотреть, как у нас будет дальше развиваться событие. Именно смотреть окончание дневного таймфрейма и дальнейшее, конечно же, движение цены и дальнейшую ее реакцию, что будет дальше. Если мы говорим про луну, то здесь, естественно, трейд вышел довольно-таки легкий. Здесь практически заработок налегке составил там свыше 25%. И пока что мы видим остановку роста. Здесь у нас происходит пока что небольшая такая коррекция на 4-часовом таймфрейме. Оставили мы фитили и здесь определенно игрок крупный, который здесь выкупил, значит, луну ровно по 2 доллара, скорее всего, часть уже здесь зафиксировал. Поэтому здесь, естественно, я думаю, что какая-то там коррекция будет и будет она там в район, возможно, 2.45-2.30. То есть в этот район мы вполне можем с вами прийти. Поэтому если вы сейчас думаете купить, не купить и так далее, там подобное, подождите. Если вы думаете продать, не продать, то, естественно, если вы покупали там по 2 доллара или чуть выше, то лучше фиксировать прибыль. Поэтому здесь я считаю, что пока что у нас вот такая манипуляция на фоне Интерпола, на фоне того, что он выдал луклону красную карточку. Я думаю, что этим еще будут, конечно же, спекулировать. Ровно так же спекулировать этой темой, как и с XRP, как и с SEC. То есть, ну, просто нужно привыкнуть, что рынок, ну, это просто спекулятивный рынок, да, криптовалютный. И от этого никуда не деться. По поводу вообще перспектив, я думаю, что так или иначе вот этот заброс вверх был, скажем так, даже тестовый. И так или иначе после консолидации крупные киты, игроки, они будут набирать определенную опять-таки позицию. И будут еще выше гнать данный инструмент луна. Поэтому я считаю, что так как доквон, в принципе, да, это там первое лицо и так далее. Но так как биржи Binance и другие популярные биржи, они сейчас залистили луна, залистили луна классик. И более того, они открыли маржинальные торги к этим монетам. Я считаю, что так или иначе они, ну, скажем так, знают то, что ничего не будет. И знают, что на самом деле эти проекты, как ни крути, будут жить и до сих пор живут. А доквон максимум может, конечно же, отделаться штрафом, потому как сейчас мы видим, что официально в Интерполе нет красной карточки на него. И пока что это все звучит довольно-таки спекулятивно и, естественно, легко для тех людей, которые, в принципе, сейчас заработали и понимают, что к чему идет. Потому что здесь просто одна сплошная манипуляция. Поэтому я считаю, что инвестировать в данные проекты можно с осторожностью, но трейдить вообще можно и нужно за милую душу. Чего, в принципе, вам и желаю. Вступайте в телеграм-канал. Здесь я показываю артера и показываю свои сделки. Всем до сих пор и до встречи.